Добрый вечер, уважаемые телезрители! В эфире предновогодний выпуск новостей на телеканале Видное ТВ. В студии Максим Козлов и Наталья Буслаева. Надеемся, что наш выпуск станет своеобразным подарком для вас и поможет создать праздничное настроение. У нас в студии множество подарков, и все они подписаны. Итак, что написано здесь? Красота спасет мир. Уверен, что все женщины, готовясь к Новому году, не забывают и о своем внешнем виде – прическе, макияже и так далее. Последняя неделя перед Новым годом – довольно суетное время. Нужно купить подарки, все необходимое к праздничному столу, украсить дом и завершить все недоделанные дела. Да и про себя не забыть, ведь в главную ночь года всем хочется выглядеть сногсшибательно. Наш корреспондент Екатерина Борисова отправилась в салон красоты, чтобы узнать, в чем секрет безупречного новогоднего образа. Грядущий 2021 год белого металлического ВК стилиста утверждает, что новогодний образ должен быть блестящим и одновременно сдержанным. Как это сделать? Давайте разбираться. Если в новом году вам хочется перемен, отправляйтесь в салон красоты за модной стрижкой или окрашиванием. Сейчас классические стрижки актуально дополнять каким-либо неожиданным акцентом. К примеру, классическое каре сочетать с выбритым виском или затылком. Настоящий мастхэв модниц всех возрастов, высветленные и тонированные в самые причудливые оттенки кончики волос. Глубоко фиолетовый, допустим, корень, шоколадно-фиолетовый и светло-фиолетовые концы. И такое и есть. А есть даже, что шоколад, переходящий в желтый, то есть по длине может быть пять цветов. Ну а если кардинальных перемен не хочется, можно просто сделать модную укладку. И тут все зависит от фантазии женщины и ее новогодних нарядов. Если тоже легкое платье и можно сделать классические локоны, можно накрутить на утюг, как модно сейчас. Если это строгий костюм, то желательно это либо сделать красивый собранный волос, либо зализанный вверх, распущенные волосы. Макияж для новогодних праздников стилисты советуют делать в прямом смысле сияющий, в тренде золотистые и серебристые тона, хедлайнеры и блестки. Но не стоит забывать о здоровье кожи. Многие салоны красоты сейчас предлагают программу экспресс-ухода, которая позволит быстро подготовиться к новогодним каникулам. Входит масочка, лифтинг, уход и сывороточка, и завершающий крем. Кожа после этого сияющая, проходистая. Очень хорошо ультразвуковая чисточка, ультрафонофорез. Вот у нас на аппарате, да, вот мы тоже делаем различные масочки, альгинатные маски. Но и завершающий акцент образа – модный маникюр. Сейчас в трейде нюдовые глянцевые оттенки, но для новогодней ночи можно добавить сияние. Именно за таким маникюром пришла в салон видновчанка Татьяна Беспалова. Мы сделали камуфлирующую базу, добавили блесточек, ну, чтобы был веселый такой маникюр, и наклеили смежиночки. Кстати, для того, чтобы встретить новогодние праздники во всеоружии, не обязательно бегать из салона в салон. Сейчас многие из них предлагают комплексные услуги. Уход за кожей, привести в порядок накоточки, сделать легкую кладочку. На это все не нужно тратить очень много времени. Нужно просто прийти и в одном месте это все сделать. И порадуйте себя. В этой предновогодней суете обязательно это нужно делать. Ну, а если в предновогодней суете время на себя так и не нашлось, не унывайте, у вас впереди еще целых 10 дней, когда можно наверстать упущенное. И праздник с парадоксальным названием Старый Новый Год. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого. Я думаю, главное в заботе о себе и своем внешнем виде не забывать о других людях, особенно тех, кому помощь реально необходима. Как показывает практика, чтобы сделать доброе дело, не требуется каких-то сверхспособностей. И стать волшебником в это время может каждый, как Вячеслав Фетисов, депутат Государственной Думы. Он побывал в гостях у особенных детишек, которые живут в городе Видное. Сегодня в гостях у Марии Шершовой и ее бабушки Веры Герасимовны долгожданные дорогие гости. Легенда мирового хоккея. Человек с большим и отзывчивым сердцем. Вячеслав Фетисов и Дедушка Мороз со Снегурочкой. Все они в преддверии новогодних праздников приехали к этой особенной девочке, чтобы исполнить ее желание и подарить частичку доброты и радости. С Новым Годом! С Новым Годом! Ура! Чайник, сладкие подарки, гигиенические принадлежности – все, чтобы хоть немного скрасить Машину жизнь. Сейчас ей 16. Из-за тяжелой формы ДЦП все эти годы она прикована к кровати. Ухаживает за девочкой ее единственная родственница – бабушка Вера Герасимовна. И, конечно, волонтеры и сотрудники из Ленинского общества инвалидов. Продукты принесут, какие бумажки по квартире помогают, купать помогают. Такой же диагноз ДЦП и у 13-летней Полины Белоусовой. И на этот Новый Год она очень хотела красивую брошь. А желания детей, как мы знаем, должны обязательно сбываться. Смотри. Держишь? Да. Держи. Вот она. Красивая какая. Теперь Полина собирается пойти в красивой обновке в кафе вместе со своей семьей – мамой Анной, папой Денисом и маленьким братом Сашей. Несмотря на тяжелую болезнь, девочка очень общительная и жизнелюбивая. Не теряет оптимизм и ее родители. Мы не унываем и все равно занимаемся. И, не знаю, силы сверху приходят. Подарки особенным детям депутат Государственной Думы Вячеслав Фетисов преподносит не только в канун праздников, но и круглый год. Вообще уже пять лет легендарный спортсмен регулярно приезжает в Ленинский округ, чтобы решать проблемы наших жителей. С радостью приезжаю в Ведное. Уже много знакомых лиц на улицах. И благодарен судьбе, что у меня есть возможность сегодня и общаться с людьми, понимать проблематику, решать какие-то вопросы. Что для меня очень важно. Здоровье, счастье, удача, побед нам. Но самое главное – радость. С Новым годом, Ваш Вячеслав Фетисов. Ура! Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Вряд ли найдется человек, который не любит подарки. При этом уже давно доказано, что дарить их приятнее, чем получать. Ведь таким образом ты исполняешь чью-то мечту. Именно таким является наш очередной подарок. На нем написано «Детские мечты». В Ленинском городском округе есть традиция. Накануне Нового года дети пишут письма Дедушке Морозу. А вот стать этим добрым волшебником может любой, кто пожелает. Акция «Исполни детскую мечту» помогла десяткам мальчишек и девчонок получить долгожданные подарки. Впервые благотворительная акция «Исполни детскую мечту» прошла в 2016 году. За пять лет ее существования более 400 детей с ограниченными возможностями из многодетных и малообеспеченных семей получили новогодние подарки, о которых они мечтали. Дарили и беспроводные наушники, и электрические зубные щетки, и домики, и конструктор лего, и игрушки, и футбол, и футбольный мяч дарили. В общем, много разных совершенно. Вот даже, знаете, у нас фантазии не хватает, на что могут придумать дети. Помогали исполнять детские желания сотрудники администрации, представители служб и организаций округа. Только для общества инвалидов 37 детей уже получили подарки «Исполни детскую мечту». И в соцсетях мы это пишем, размещаем фотографии, благодарим наших благодарителей, которые сделали такие сюрпризы нашим детям. Мы очень благодарны, а дети просто счастливы. Заключительный этап благотворительной акции состоялся в торговом центре «Галерея 9-18». 17 писем мальчишек и девчонок были развешаны на новогодней елке. Снять конверт и исполнить детскую мечту мог любой желающий. Александр впервые принимал участие в подобном мероприятии. Просто хочу что-нибудь хорошее сделать для детей. Создавали новогоднее настроение своими музыкальными номерами солисты учреждений культуры и дополнительного образования Ленинского городского округа. «С Новым годом! И несомненно, мы все встречаем самый лучший Новый год! С Новым годом! Их ты не пейте, а счастье воздучит туда ты, да! С Новым годом! Как его встретим, а как с него мы встретим, и так же мы его не проведем! Никто не отменял закон бумеранга, который возвращается. И делая добро, конечно же, мы понимаем, что это добро вернется к нам с Торицей. Поэтому, друзья мои, творите добро. А под Новый год ваше простое добро для кого-то способно превратиться в настоящее огромное волшебство. Мне нравится, когда в нашем городском округе проходят такие замечательные акции. И мне кажется, что нужно поддерживать такие идеи, чтобы далее проходили такие же мероприятия. Депутат Совета депутатов Павел Русаков – постоянный участник различных благотворительных марафонов. Он уверен, в преддверии Нового года каждый может стать добрым волшебником. Если каждый человек позаботится в этот период времени об одном, о двух детях, для него это не убудет. Но для ребенка это подарит праздник, но не только праздник, а еще надежду на будущее и веру в добро. Это очень важно. Поэтому давайте вместе дарить детям радость счастья с наступающим Новым годом. Проект в нашем муниципалитете стал уже хорошей традицией для неравнодушных людей, которые помогают детским мечтам становиться реальностью. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Ольга Садовская, Видное ТВ. Отличная новость пришла накануне праздников. Собрана полная сумма на лечение маленькой видновчанки Вики Филатовой. Большая благодарность фонду Алеша, который за время проведения акции «Неделя доброты и щедрости» сумел закрыть сбор на огромную сумму – более 9 миллионов рублей. В этом и заслуга всех, кто не остался равнодушным и отправил деньги на лечение девочки. Это и большие организации, такие как «Спасские партнеры», «Торговый центр Твой дом», «Московский коксогазовый завод» и крупные частные благотворители, среди которых актриса Марина Зудина. И, конечно же, вы неравнодушные люди. Благодаря нашим совместным усилиям очень скоро Вика станет здорова. Это замечательная новость для всех, кто помогал семье Вики Филатовой. А мы продолжаем наш новогодний выпуск. В лесу родилось. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что скрывается за этим названием. Самый главный атрибут Нового года. Многие сейчас предпочитают искусственные елки, считая, что таким образом спасут их от вырубки. Но это, кстати, не так. Ежегодно высаживается несколько миллионов саженцев ели именно для того, чтобы в конце декабря открыть елочные базары. Украшать свой дом новогодней елкой – давняя традиция. Кто-то ставит искусственную, а другие хотят, чтобы дом наполнился хвойным ароматом и создавал праздничное настроение. Наш корреспондент Дмитрий Книга узнал, что поможет живой еле сохранить свой вид и не осыпаться на следующий день после установки. Для многих из нас Новый год ассоциируется с запахом хвои в доме. Мы пришли на елочный базар, чтобы узнать у специалиста советы, благодаря которым лесная красавица простоит дома все новогодние праздники. Ассортимент елочных базаров, как и в предыдущие годы, довольно широк. Здесь представлены деревья на любой вкус и кошелек. Самый бюджетный вариант – российская ель. Чуть дороже – сосна. Самый дорогой выбор – датская ель. У каждого дерева есть своя особенность. У нас другой сорт дерева. Там веточки другие, пушистые, иголки более длинные. Если все могут вспомнить, мамы, папы наши ставили в основном сосну. Ель немного отличается. Иголочки маленькие. Дерево тоже совершенно другое. От нее запах резкий, хороший. Датские – это просто уже такие большие, красивые деревья с мягкими иголочками. Все хвойные деревья были выращены в специальных питомниках и вырублены за две недели до продажи. А чтобы зеленая красавица простояла в помещении подольше, ее необходимо поставить в ведро с влажным песком или водой. Главное – установить дерево подальше от отопления. В зависимости от того, какую же ель ставят. Сосну обычно в песок ставят, ель обычно в воду ставят. В принципе, ничего хитрого нет. Сегодня некоторые искусственные ели практически не отличить от настоящих. Но почему же многие люди все же предпочитают ставить дома живое дерево? Все-таки она запашок немножко дает. Так что живая ель, она есть живая. Искусственная – не очень нравится. Нам кажется, что если настоящая елка, то более какое-то праздничное настроение будет. Ну и дома будет пахнуть Новым годом. Стоит отметить, что в последние годы все новогодние деревья после праздников отправляются на переработку. Дмитрий Книга, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ. Новогодние праздники – это не только наряженная елка, много подарков и сюрпризов. Это еще и особая атмосфера. Наверное, поэтому писатели и поэты любят Новый год и Рождество и посвящают им свои произведения. А у нас на столе и подарок есть подходящий – «Стихи живут». Очередная страница проекта «Стихи живут», организованного сотрудниками районного историко-культурного центра, посвящена Новому году и Рождеству. Каждый месяц мы показывали, как стихи читают представители различных профессий, национальностей и возрастов. В этот раз стихи оживляли ученики русской школы. На носу Новый год, но эту елку ученики лицея «Русская школа» украшают еще и по-особому случаю. Рядом с ней они прочтут стихотворение Ивана Кошевара, посвященное Рождеству. Выступать ребятам, учащимся самых разных классов, не в диковинку. Все они посещают театральный кружок. А в самой школе праздники Рождества и Нового года принято праздновать с размахом. Помимо того, что мы всегда готовим какие-то спектакли, рассказываем стихотворения для Деда Мороза о Новом годе, о зиме, о снегурочке и так далее. И вот тема Рождества Христова – это особенно такая трепетная, добрая тема, волшебная, которую, я думаю, дети чувствуют с самого маленького возраста. Этим обоснован и выбор стихотворения, с которым ученики русской школы приняли участие в проекте «Стихи живут». В один из дней календаря, в какой не знаем мы, в последних числах декабря или в начале января не стало больше тьмы. И прежде, чем зашла заря, настал спасение срок. В знаке рождения царя Христа, лежащего в яслях, Господь звезду зажег. Сбылись пророчества веков о судьбах всей земли. И те, кто верил в слово их, мессию обрели. Когда рождественская ель горит на Рождество, она сквозь зимнюю метель приносит в дом тепло. И в красках радужных огней один пленяет взгляд, что на вершине средь ветвей несет лучей каскад. И в этот день календаря, в мороз и холода, мне о рождении царя напомнит та звезда. И чтобы не было в пути, я верю неспроста. И знаю, Отче, нас спасти ты в мир послал Христа. И только в этом жизнь моя, и в этом смысл весь. Служить Христу всегда горя, неся благую весть. Спасибо, Отче, за Христа, за счастье Рождества. Твоя святая чистота и в нас теперь жива. Из детских уст эти строчки прозвучали особенно трогательно. Следующее чтение стихотворных произведений в рамках проекта «Стихи живут» пройдет уже в январе. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Елена Кошлева, Видное ТВ. Почти все подарки на нашем столе мы уже посмотрели. Остался один сюрприз. Неплохой финал для новостей. Главное, чтобы сюрприз был приятный. А каким ему быть? Наши журналисты случайно встретили Деда Мороза во время одной из съемок. И главный волшебник поздравил всех жителей муниципалитета с Новым годом. Дорогие жители Ленинского городского округа, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю здоровья, счастья и любви. С Новым годом! На этом можно было бы и закончить наш праздничный выпуск. Но по традиции мы расскажем о погоде на все 10 праздничных дней. С не совсем погодным прогнозом, а также с афишей кинотеатра «Искра» вас познакомит наша юная ведущая Мария Сосницкая. Здравствуйте, я Мария Сосницкая. Всех наших телезрителей я поздравляю с наступающим Новым годом. А в праздничные дни нас ожидает прекрасная погода. Ветер чудесных перемен, снегопад ярких эмоций и солнечной удачи в каждом доме. Верьте в чудеса и не забывайте, что зимние каникулы нам даны, чтобы хорошо подзарядиться, много гулять и не забыть сходить в кино. Премьеру мультфильма, который станет интересным как детям, так и взрослым. «Конь Юлий и большие скачки» вы сможете посмотреть в кинотеатре «Искра» в течение всех новогодних каникул. Еще одна премьера – фильм «Последний богатырь. Корень зла». Тех, кто любит остросюжетные фильмы, мы приглашаем посмотреть новинку кинопроката «Фильм-катастрофу. Огонь». Ну а любителям экшн-советуем прийти на фильм «Серебряные коньки». Какой бы вы не выбрали фильм, главное то, что эти каникулы вы проведете вместе с кинотеатром «Искра» и яркими впечатлениями. 2020 год был непростым, но хочется проводить его с добром. Пожелать каждому здоровья, мира и улыбок. От всего коллектива телеканала «Видное ТВ» мы желаем вам всего самого наилучшего в наступающем году. С Новым Годом!